9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Он был установлен Генеральной ассамблеей ООН, чтобы отдать должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Кроме того, ООН отмечает, что важно помнить о трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы в разных частях планеты. Коренными называют народы, которые связаны с определенной территорией и проживают на ней с незапамятных времен, задолго еще до формирования существующих границ государств и прихода переселенцев из других мест. Термин «коренные народы» входит в международный правовой лексикон. Сейчас во всем мире стоит задача сохранения численности культуры и традиций коренных народов. Общая их численность на планете составляет примерно 476 миллионов человек, которые живут в 90 странах и представляют множество языков и культур. В Российской Федерации насчитывают 47 официально признанных коренных этносов, которые ныне живут на территориях традиционного расселения своих предков и сохраняют традиционный образ жизни и хозяйствования. Причем 40 из них проживают на севере, в Сибири и Дальнем Востоке. Территория Хаваровского края – это историческая родина сразу нескольких коренных малочисленных народов. Всего это около 20 тысяч человек. В нашем регионе действует несколько программ по сохранению культуры и быта аборигенов, так, например, на днях, как раз в преддверии Международного дня коренных народов, состоялся юбилейный 20-й региональный фестиваль эстафетов, фольклорных и обрядовых праздников «Бубен Дружбы». В этом году его принимали у себя поселок Декастре и село Булава Ульского района. Тема продолжим с нашей гостьей. В студии Надежда Киманко, заведующая отделом традиционной культуры Дома народного творчества и Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры. Надежда Ефимовна, доброе утро. Здравствуйте, Дефидент Адига, Бачикапуандана. Здравствуйте, дорогие друзья. Я поздоровала с вами на удыгейском и на нанайском языке. Хеллоу! Спасибо. На английском. Так, давайте с того начнем, что какие народы населяли территорию Хабаровского края раньше и какие сохранились сейчас. Ну, я хочу сказать, что Хабаровский край – это уникальный регион России. В нашем регионе проживает 8 коренных малочисленных народов. Самые малочисленные народы – это орчи, негидальцы. Их около 600 человек. Самые многочисленные – нанайцы. Они проживают в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Солнечном, Комсомольском районах. На севере Хабаровского края живут эвены, которые сохраняют оленеводство, традиционный образ жизни, занимаются народными художественными ремеслами. В Тугурочемиканском – Эвенке, в Аяномайском – Эвенке. Эвенке еще проживает в районе Полина-Сипенко, в Верхнебуринском районе. А вы сказали, что малочисленные – это 600 человек, а многочисленные народы – это сколько? Многочисленные – я сказала, нанайцы. Сколько? Более 12 тысяч человек. Ну, я хочу сказать, всего коренных малочисленных народов Хабаровского края – более 23 тысяч человек. Вот раньше мы занимали третье место в Российской Федерации по численности, сейчас мы занимаем шестое место по укреплению регионов. Надежда Ефимовна, мне вот интересно, а вот какой получается у нас самый древний народ? Вот кто изначально населял территорию Хабаровского края? Ну, самые древние народы, я считаю, это нанайцы, эвенки. Ну, и все коренные, все коренные, малочисленные, они все древние, которые насчитывают более 5 тысяч лет. История. Да, история такая, очень древняя, архаичная. И она, эта культура, она сохранилась и по настоящее время. А вот насколько вот эта самобытная культура сохранилась, насколько она применяется активно в повседневной жизни сейчас? Ну, благодаря ученым, исследователям дореволюционного периода и в советское время, и по настоящее время, сохранилось очень много изданий. Вот в этом году будет 150 лет Арсеньеву. Арсеньев тоже вложил большой клад в сохранение вот именно традиционной культуры. Он много собрал легенд, сказаний по удыгейцам. И это было выпущено в удыгейском томе памятники истории и культуры Российской Федерации, выпущенной Сибирским отделением Академии наук, город Новосибирск. А существуют ли сегодня проекты, поддерживающие культуру малочисленных народов Хабаровского края? Ну, я хочу сказать, что Министерство культуры системное и традиционное, начиная с 90-х годов, они поддерживали и занимались сохранением развития традиционной культуры коренных малочисленных народов. И самое главное, наша цель и задача стояла поддержка вот именно на национальных коллективах в отдаленных районах и в отдаленных национальных селах. Мы проводили фольклорные обряды, например, в 92-м году мы провели в селе Булава, возродили свадебный обряд Гемота. В Комсомольском районе тоже провели свадебный обряд Гемота. В селе Гвасюги района Лозо мы провели первый праздник, праздник охотников или встреча сородичей, то есть с привлечением обязательно информаторов, носителей фольклора. Вот вы проводили эти фестивали, да, а молодежь-то вообще, ну так современные представители этих народов, они вообще в курсе? Ну и для этого мы сделали специально нашу смену краевую «Дети Амур и Жизнь и Творчество». В этом году нам исполнилось 30 лет. Мы ежегодно проводим для детей смену «Дети Амур и Жизнь и Творчество». А сейчас вот я была в Булаве, увидела деток, которые было 12 лет, а сейчас им, извините, 47. Подросли детки. И у нас уже их же детки, наверное, скоро внуки, будут принимать участие в нашей смене. Это и есть преемственность поколений, то, чем мы занимаемся. А вот верование сохраняется или сегодня? Сохраняется. Ну, удивительно, в советское время шаманами не стеснялись быть. А в этом, вот в настоящее время, ну, почему-то наши шаманы скромничают, они застенчивы. Я разговаривала с доктором наук культурологии из Санкт-Петербургского педуниверситета. Она говорит, что в Хабаровском крае много шаманов. А я не знаю, я вот сколько вот общалась, но можно единицы считать. Оказывается, есть. Но они скромничают и не афишируют. Культура коренных малочисленных народов, она формировалась, как вы уже сказали, тысячелетиями. И это действительно, правда, очень интересно, и местами даже загадочные и мистические какие-то явления. Как это все посмотреть? Как с этим познакомиться? Я думаю, что это интересно не только жителям края, для этого мы и проводим различные мероприятия. Для молодежи мы стали проводить межрегиональный фестиваль УЛНГО, хорошее направление. Здесь нас поддерживает Министерство природных ресурсов, Министерство культуры Хабаровского края и, самое главное, и региональная общественная организация, Ассоциация коренных малочисленных народов Хабаровского края. В лице президента Ассоциации отзял Любовь Александровна. Отзял Любовь Александровна во всех начинаниях нас поддерживает. Мы вот сейчас подготовили к изданию уникальную иллюстрированную книгу Келудзига Валентина Тунтианна, информатора-носителя удыгейского фольклора, лауреата премии правительства Российской Федерации «Душа России». И эта книга называется «Хозяйка соблей». Надежда Ефимовна, я вот сейчас хочу взять жену, детей, я просто во время фестиваля, например, не успею, я работал условно. Я хочу вот сейчас поехать и познакомиться с культурой народов наших, или, может быть, в музей пойти. Вот сейчас мне могут предложить какой-то вариант? Конечно. Мы уже как бы и давно работаем, с 90-х годов. Мы сотрудничали с туристическими фирмами города Хабаровска, Приморского края. И даже с Приморского края на нас и сейчас по настоящее время выходят. Они работают по программе «Россия – страна возможностей». И мы оказываем такие туристические услуги. Это выступления творческих коллективов, обрядовые мероприятия, там, обряд очищения, или обряд свечи гостей, или мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, изготовление оберегов из дерева, изготовление сувениров из рыбикожи. То есть мы можем, вы научитесь стрелять из лука, водить хороводы, петь национальные песни, играть на национальных инструментах. То есть мы можем сделать разнообразную программу. Туристический потенциал очень высокий, и они имеют, наши коллективы, большой опыт. Но пока на нас туристические фирмы не все выходят в Хабаровском крае. Почему-то Приморский край. А жаль. Я думаю, все это не за горами, потому что туристический потенциал, как вы сказали, действительно очень высокий. Есть у нас и краевые музеи имени Градекова, есть у нас и Дальневосточный художественный музей, где есть уникальные экспонаты, изделия лучших мастериц Хабаровского края, которые являлись членами Союза художников Советского Союза. Лично я в свое время посетил часть тех поселений, о которых вы сегодня говорили, и я хочу сказать нашим телезрителям, стоит туда один раз попасть просто, попасть на территорию того же, например, поселения Булава, и затягивает. Это действительно интересно, действительно какая-то волшебная целая атмосфера. Возведанные, любящие свою национальную культуру, живут в гармонии с природой, сохраняют традиционный образ жизни. Кто-то занимается рыболовством, кто-то занимается оленеводством, кто-то занимается охотой, кто-то занимается сбором дикоросов, а кто-то вышивает, шьет национальные изделия и передает свой опыт молодому поколению. Интересно. У нас, я хочу сказать, хорошая новость. В этом году впервые Хабаровский край принимал в международном фестивале «Мир Сибири». Попасть на этот фестиваль, это, можно сказать, большая честь. Престижно. Отборочный конкурс. И я хочу сказать, наша мастерица Бильды Валентина Владимировна из межпоселенческого центра села Джарина Найского района получила гран-при. Гран-при фестиваль «Мир Сибири». Это уникум Валентина Владимировна. И получила премию в размере 200 тысяч рублей. Спасибо огромное. История Хабаровского края неразрывна, связана с историей коренных малочисленных народов, с которой можно познакомиться сегодня. Это доступно для всех жителей нашего края, да и, в принципе, для всех жителей нашей страны. Приезжайте, мы вас ждем. Коренные малочисленные народы с удовольствием познакомят вас со своей культурой, со своей историей. У нас в гостях была Надежда Киманко, заведующая отделом традиционной культуры Дома народного творчества, Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры.